Музыка 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 – это и шум дождя. Музыка – за окном и шелест трав, и шелест ветра, и переканье цикад, и пение сверчка. Что еще? Скрип дверей – тоже музыка. Если душа человека способна погрузиться в этот мир звуков без остатка, если она не может на это явление не отозваться, то такой человек обречен стать музыкантом. Так случилось и со мной. Музыка Композитор, музыкант и филолог. Лауреат международных конкурсов, обладатель медали Франциска Скорины Алексей Ереньков около 30 лет служит заведующим музыкальной частью Национального академического драматического театра имени Горького. Его музыка в десятках постановок у каждой мелодии своя роль. Ведь режиссер и знает, как одна правильно подобранная нота может изменить интонацию всего произведения. Я обычно сочиняю клавир на бумаге, карандашом. Это удобно и это правильно, потому что душа, как нам говорили педагоги, на кончике подушечек пальцев, душа острее этого карандашика, она передается сюда, когда композитор говорит, что я даже думать не гадал, и вдруг я услышал что-то, и это меня позвало, я в течение пяти минут сочинил что-то. Ну, наверное, основу какую-то темы можно сочинить в течение пяти минут, но это не касается классической музыки, я думаю. Классическая музыка гораздо сложнее, можно наметить какие-то планы структурные, но потом все это развивается горизонтально и вертикально, и нужно поспевать. Любовь к музыке у Алексея Яренькова зародилась в детстве под влиянием магии старого проигрывателя и виниловых граммпластинок. Мои родители проживали на территории легендарного окружного военного госпиталя номер 432, что на Куйбышево, где тогда еще младшей медицинской сестрой работала моя мама. Отец в то время возглавлял отдел технического контроля на не менее легендарном заводе имени Ворошилова, нынче Октябрьской революции. У нас была отдельная комната, у нас было очень много пластинок. Я был соблазнен этими голосами, витающими над поверхностью пластинок. Я был очарован этой музыкой, я знал весь репертуар наизусть, от первого слова до последнего. И этим был знаменит, ну, по крайней мере, в нашем и соседних дворах это точно. И когда я выходил во двор, меня просили что-нибудь исполнить, я с удовольствием исполнял что-нибудь. И меня однажды даже наградили за это корзиной яблок. И теперь я понимаю, что это был мой первый честный официальный заработок. У меня была группа «Башмак». Мы учились в школе. Я попросил сестру, которая часто ездила за границу, она была переводчицей. Я обратил внимание на ее пиджачок синего вельвета. И я выпросил у нее эту ткань, порезал ее на мелкие кусочки и оклеил. Тогда у всех были школьников советские полботинки. У всех одинаковые. И я оклеил, как умел, этим синим вельветом ботинки. И как бы такое уважение к саму себе пришло неожиданно. Потом я заказал швее, ну, через маму, конечно, брюки, клеш. И где-то я выбрал ширину внизу сантиметров 37, по-моему. Долго уговаривал швею. Она говорила, что это как бы, ну, хотя бы 28. Я сказала, нет, 37. Вот как Пушкина. Но швея была, видимо, неопытная, поэтому они оказались на сантиметров 10 выше щиколотки. Но, тем не менее, я и ходил, пришел в школу в этом. Но так было всем интересно и учителям, что меня в этот день стали вызывать к доске на каждом уроке. Я не хотел выходить почему-то к доске. Но все-таки, когда пришла завуч, я вышел к доске, и все стали рассматривать мой наряд новый. И одна девочка, которая занималась гимнастикой, и что-то, видимо, в этом понимала, она сказала, конечно, брюки коротковаты, по-моему, но вообще классно. КОНЕЦ Я всегда любил поступать наоборот, как-то вопреки, что-то изобретать, менять. Первая гитара, которая у меня появилась в детстве, это была моя личная гитара. Я сам ее выстрогал, сам ее спаял, припаял. Она весила, правда, 16 килограмм. И к концу программы, которую мы играли, я уж как бы такой почти складывался втрое, но продолжал все-таки наигрывать. Я как-то сам себе придумывал новые пути. Мне очень интересно было не только, скажем, выбирать, как в сказке, на лево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь. А мне как-то хотелось пойти налево, в хорошем смысле, правильно, потом вернуться. А потом я увидел нашу старую яхту под красным парусом. Нежно погонял ее летний ветерок. А потом я увидел дядю Аруна. Он гиришировал, 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 гиришировал. Потом была сломанная рука, потом была армия. Я отказался служить в музыкальных частях. И поскольку я занимался спортом, я играл в футбол. Уже тогда немножко занимался восточными единоборствами. И я служил в войсках специального назначения. Потом было возвращение в музыку. Поступление на филологический факультет. Просто так. Интересы ради. А может быть, тоже Логос позвал меня. У меня как два крыла. Музыка и филология. Сонус и Логос. Это две мощнейшие энергетики, которые управляют нашим трехмерным миром. Музыка и филология. Потом уже появилась группа «Университет», о которой многие слышали. Она была образована на базе университета имени Ленина. Сочиняли музыку с сменой темпа, ритма, тональностей, с какими-то паузами, проигрышами. Я думаю, что если бы мы продолжили, то эта группа, наверное, вписала бы какую-то яркую страницу в историю, по крайней мере, уже белорусского искусства. Это точно. Я к тому времени стал увлекаться сочинительством разных форм. Меня очень привлекала музыка джазовая, рок-музыка. Я много писал отдельных баллад. И я стал таким свободным музыкантом. Конечно, в разные периоды все советские музыканты играли в ресторанах. Буржуины играли в клубах, так они называли рестораны. Но мы тогда не понимали, что клубы – это и есть рестораны по-нашему. И очень завидовали, что все-таки этот клуб как-то звучит. Ты куда? Ты где? А я в клубе, я в клубе. А ты куда? В ресторан. Ага, ну понятно. В этом нет ничего плохого, потому что там все-таки формировался опять слух. Умение играть не по нотам. Не все музыканты умеют играть без нот. Ребятки, вы сами тоже как бы это все и компрессируете, и слушаете друг друга. Давай песня весны, Сережку проверим как раз, микрофон и все остальное. Истеки зеленяй хвалятся, Небу понятливай новой. Потом я уже преподавал в университете на кафедре русского языка, потому что мне было это интересно. А потом я пришел в театр Бориса Ивановича Луценко в 92-м году. Я Борису Ивановичу сразу сказал, что давайте будем все оформлять все-таки оригинальной музыкой, потому что живой современный композитор будет по энергетике и по смыслу гораздо точнее, чем легендарный, знаменитый, гениальный классический композитор даже такого уровня, как Моцарт, Гендель, Чайковский и любой другой. Потому что они писали свою музыку не для спектакля нашего, это точно. И он соглашался со мной, но он был талантливый человек, он любил музыку, понимал музыку, ценил. И поэтому у нас столько с ним удач. Оригинально открываются прямо туда по лестнице. Вот в этом помещении Борис Иванович мечтал создать духовный театр и даже придумал название – театр под куполами. Он задавал мне вопрос, Алексей, когда вы начнете сочинять духовную музыку? Ну, я ему говорил, Борис Иванович, я технически понимаю, как это сделать, но внутренне я не готов, потому что грешен. Он говорит, а откуда вы знаете, что вы грешны? Я говорю, ну, например, вот я однажды поставил задачу научиться всех прощать. Я вот пришел в храм и всех простил. Он говорит, ну вот видите, как хорошо. Я говорю, ну нет, это же только начало. Но когда я вышел из храма и подумал, как хорошо что-то, как легко на душе, я всех простил, всех-всех-всех, чистосердечно. Вот так и буду поступать. Но чем дальше я отходил от храма, чем дальше отдалялся, тем больше у меня появлялась мысль. А вот этого я напрасно простил. А вот тут я поспешил. А вот тут не надо было мне так вот торопиться. Говорю, поэтому я понял, что я еще не совершенен. А потом, может быть, за месяц до ухода Бориса Ивановича из жизни, у нас с ним был разговор, мы затеяли спектакль. Я ему дал прослушивать эту музыку, потому что уже сказал, что да, я готов, и я вот, у меня есть опыты уже, он слушал. И мне сообщили, семья сообщила, что он в этот день слушал мою музыку. Музыка – это же волна. Она проникает в любые места, и то, куда она проникает, становится светлее. Я говорю о музыке сейчас, не о современных, скажем, эпизодах какого-то звукового творчества. Ведь современные ритмы, они представляют даже угрозу здоровью, потому что они, эти ритмы неестественные. Ритмы классической музыки естественные. А эти ритмы, навязанные из мне, вот стучит барабан, вопреки ударам сердца, и сердце сопротивляется, а потом подчиняется. Но это не его ритм, и это сердце изнашивается раньше времени. Субтитры создавал DimaTorzok Один из смыслов жизни – это семья. Потому что семья – это то, что делает нас сильными, самостоятельными, независимыми, уверенными в себе и по-настоящему понимающими, для чего мы живем. Есть такой мировой опыт, когда пары, занимающиеся одним делом, живут, в конце концов, не очень дружно и потом распадаются. Но понимаете, в чем секрет наш с Валентиной Григорьевной, что мы-то занимаемся, по сути, разными вещами. Я музыкант, а она актриса и режиссер. Поэтому мы дополняем друг друга, просто дополняем друг друга, а не повторяем друг друга. Такая возможность есть и остается обогащать друг друга неожиданными решениями, неожиданными подходами. И она мне дает очень много советов, даже по музыке. Любой музыкант, он очень горделивый всегда, очень славный. И он не любит, когда ему советуют что-то. Но я поначалу как бы да, нет, а потом все-таки да, потому что она часто бывает права. Что-то могу я ей посоветовать. Но это не мешает, как я говорю, а просто дополняет и обогащает. Я поэтому тоже счастлив, что и даже это обретено в семье. И даже это происходит в семье. Не нужно искать вдохновение, блуждая по переулкам, улицам, по аллеям. Не нужно взглядываться в небо голубое, не нужно выйти на луну по ночам. А просто нужно поговорить или помолчать с женой. И все складывается. Любая партитура. 10 октября 2014 года в Театре Горького состоялась премьера театральной версии пьесы Василя Дранько-Мойсюка «Песняр», посвященной творчеству Владимира Мулявина. Музыкальную концепцию разработал Алексей Ереньков. Обратилась к этому материалу Валентина Григорьевна Еренькова. Сначала мы задумывали спектакль о «Битлз», где я бы пытался быть похожим на Джона Леннона. А потом решили, что все-таки пьесняр Мулявин. Андрей, я вывожу на громкость общую, так? Вот она. Можешь чуть-чуть добавить, а? Песняры – явление в нашей постсоветской культуре, в нашей славянской культуре. И если сравнивать какую-то группу, я бы назвал «Квин», но «Квин» – группа студийная. Да, это их голоса, это их техники, но кое-что было записано в студии, потому что исполнять вокальные партии в живьем, так, как мы слышим на пластинке, это было невозможно. А вот пьесняры умели. Мой родный культ, як ты мне, милый, забыть о бедне мою силы, забыть о бедне мою силы, это пение очень сложное, протяжное. Что такое песня русской пение? Что такое искреннее пение, как говорил Владимир Георгиевич? Это банальные слова, донести мысль и донести тему. Но они как раз-таки, в чем небо намест, они как раз-таки доносили, умели доносить. И в этом заслуга только Мулявина. Только вдумайтесь, какой-то русский человек вдруг неожиданно забредает к нам и так поражен, восхищен белорусским народом и белорусским языком, что остается здесь и придает новое звучание, необычно новое звучание, и белорусскому языку, и белорусской напевности. Ведь я точно помню, что, следуя его примеру, очень многие музыканты желали петь на белорусском языке. От родных Нил, от родной хаты, Упанский двор, деля красы, Яны бездольные узяты, Ткать золотые поясы. Это наша гордость, которая сегодня еще до конца не оценена. И я жду, 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 и понимаю, что я могу не дождаться. Где издания нотные? Ведь все можно благодаря, кстати, Саше Кремко, который приложил огромное усилие, чтобы восстановить песню о доле, больше никто почти этим не занимается. А ведь это уходит, уходят те музыканты, которые это делали вместе с ним. Гэта я с тобой вечерую, Туманами тебе я чарую, Васильку шапатливаю, Молваю, зачароваю, Зачароваю, Заколыхваю я тебе. У меня это получится. Я чувствовал этот стиль. И я только думал, получится ли мне создать вот этот бэк-вокал вокруг. Потому что, знаешь, я занимался труппой с 90-х годов. И сегодня я могу сказать, что это, пожалуй, самая образованная в музыкальном смысле труппа и самый поющий, наверное, в Белоруссии коллектив, за который не стыдно. И вот этот момент меня тревожил. Но поскольку была уже база, и ребята с таким вдохновением тоже взялись за работу, практически они у меня прошли, скажем, курс вокального исполнительства. И они что-то в этом смысле понимают. Когда музыка становится судьбой, все вокруг пронизано ее влиянием. А в лучшие моменты вдохновения творец способен прикоснуться к источнику всех мелодий и заглянуть за края видимого мира, туда, где и рождаются слова и ноты. Я все-таки за то, что вот эта классическая музыка, она ведь рождается в душе и для души. Тактовые черта у Чайковского это просто тактовые черта. На самом деле все убрать. Ритмы, смены ритмов за счет другого. Вот так как меняется энергетика и ритмы в душе, меняется ход мысли, меняется амплитуда эмоций. Точно так же композитор сочиняет эту мелодию, обрамляет ее в одежды, которые называются аранжировкой или инструментовкой. И вот эта музыка останется. И когда останется эта основа, тогда, да, я не против, пусть возникают другие жанры. Но, конечно, не все читают Толстого, сегодня все читают Маринина. Но неважно, потому что Маринина появилась, потому что есть Толстой, есть Пушкин, все остальное. Но если все обнулить и вместо Толстого поставить Маринину, при своем уважении к ней, поймите меня правильно, то все остальное будет еще мельче, еще уже, и в конце концов раствориться где-то и никогда не возродиться. Я сегодня убежден, что с потерей классических понятий в музыке, в литературе исчезнут все остальные понятия в искусстве. А не будет искусства и культуры, значит, душа человека умрет, потому что вся красота и искусство и культура, она ведь тоже от создателя. Субтитры создавал DimaTorzok